Девушки отдыхают Самолет обладал уникальной скоростью Порядка 470 км в час И это 1933 год Будущую легенду будет испытывать Будущий легендарный летчик Валерий Чкалов А рядом находится Биплан И-153 Именно оба этих истребителя Составляли основы авиации Красной армии перед Великой Отечественной войной И за нами самолет МиГ-1 Который станет самым маслом Самолетом нового типа на начало Великой Отечественной войны Когда его создавали Оно было просто уникальными характеристиками Его практически потолок достигал 12 км Представляете, да А скорость под 500 км в час И шачок летит над нами С надписью «За СССР» Вообще, можно сказать, что это был самолет Первый в мире истребитель серийный У которого убирались шасси То есть, если мы посмотрим, да, на И-15 Они не складываются Использовался и как истребитель, и как легкий штурмовик Можно было ставить пушки Можно было ставить пулеметы Даже реактивные снаряды, которые мы привыкли видеть на катюшах Подвешивались, подкрыли данных самолетов Поистине сыграл важную роль И более 10 тысяч выпущенных за несколько лет машин Проблема Летчику очень сложно было им управлять Потому что он очень короткий Капотировал очень быстро Ну, в смысле того, как заходит на посадку Но большая проблема У него шасси убирались вручную Летчик должен был управлять самолетом Еще крутить ручку, чтобы их убрать Потом их обратно в это положение Тросики и все вручную делается Причем не всегда поддавалось Мускульной силе Считается, что Чкалов именно из-за этого Назвал его и шоком Знаменитые немецкие самолеты Как у нас их называли в стране мессеры и фокеры Я думаю, мессершмитт вообще не нуждается в представлении Ни где они в нашей стране, ни в мире Поскольку один из символов не просто самолетов Но и Второй мировой войны До сих пор за мессершмиттом Главный рекорд по выпуску истребителей Тридцать четыре тысячи выпущенных таких машин Судьба его не закончилась в сорок пятом году Когда Германия была разгромлена Он продолжал сооружить в армии Финляндии До середины пятидесятых годов А Испания, Франкистская Испания Только в шестьдесят пятом его снимают с вооружения Вот и что в этом самолете Прекрасно можно подойти поближе Прикоснуться к настоящему железу войны Это непосредственный участник Второй мировой великой отечественной Оригинальный самолет Светлый Роскрипп Летом 44-го года на Кольском полуострове В тринадцати километрах от Курта Пирсама Восстановлен на своих оригинальных деталях Даже опознавательные знаки и коды Проступали на металле Мы их только фактически обновили Благодаря архивам удалось найти даже имя летчика Вилли Шламр Который летал на этом самолете Самолет Фокки Вульф 190 Тоже один из символов Второй мировой войны Здрасте Я вот вижу прямо юношеский такой интерес Да? Да Расскажите, какие у вас впечатления вообще от музея, от авиации в принципе? Не, ну у них совершенно уникальное собрание техники Мне как-то по первому образованию все это очень близко Поэтому удивляюсь и рад, что люди сегодня Когда все поставлено на какое-то, на выживание Люди все-таки напоминают о том, какой ценой досталась победа Аэрокопра была поставлена в свой в количестве 5000 самолетов Из 10 тысяч созданных в мире авиации Тогда это была очень новая схема Обратите внимание, двигатель находится за спиной летчика Убрав мотор из носа, это позволило поставить вооружение Пушку, крупнокалиберные пулеметы Синхронизированы, ведущий огонь прямо через вращающиеся лопасти То есть усилить кардинальный самолет Но компания была еще и отвечала, как говорится, за качество и комфорт Обратите внимание, автомобильная дверь в самолете Такого тоже мир пока еще не видел Это самолет Амфибия ПВА-5 Каталина Данный самолет к нам доставлен из Бразилии Это полностью оригинальная комплектная машина Которая при необходимости может подняться в небо Данные самолеты в годы Второй мировой войны Занимались обнаружением подводных лодок противника Борьбой с надводными кораблями противника Путем, соответственно, сброса глубинных бомб Ну и, конечно, данные самолеты в том числе высаживали десанты на морское побережье Активно принимали участие в боевых действиях с Японии на период августа 1945 года И именно в том числе на самолете Каталина Наш генерал-лейтенант Деревянко подписал акт о безоговорочной капитуляции Японии На борту линкора Миссури Как он попал к вам музей? Данный самолет мы приобрели в Бразилии И по частям достали в нашу экспозицию и разместили Полное пулеметное вооружение в виде турелей Носовой части Соответственно, ближе к постовому оперению Также идут две турели справа и слева на корпусе То есть как раз данный самолет С учетом мощного вооружения Могли выполнять и большие количество боевых задач А мы видим красные звезды на нем Он в том числе, да То есть данные модели поставлялись к Красной Армии Да, совершенно верно, по программе Лендерис Правда, именно в модели 5А поставлены всего лишь несколько единиц Но, тем не менее, такие машины имели место быть и участвовали в боевых действиях Количество самолетов у нас довольно большое Модели разнообразные И можно было бы просто выстроить их, конечно, в какой-то определенный хронологический ряд Но даже так это было бы довольно сложно Поэтому мы постарались все равно их скомпоновать по разным темам Но при этом у нас в экспозиции есть такая определенная зона Или можно назвать композиция, называется «Вираж» И она как раз показывает развитие конструкции самолета От самых ранних моделей, бипланов И вот заканчивается эта композиция самолетом Би-1 Это ракетолет И таким образом мы показываем, что в период Великой Отечественной войны Собственно, авиация получила очень мощный импульс развития Не только в плане вооружения Но и именно в части развития самой конструкции самолета Технологии их производства, скорости, мощности, маневренности Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok